Доброе утро! Ставропольский край. Вы смотрите новости на своем студии Илья Захаров. И вот какие темы стали главными сегодня. Еще больше инструментов против рака. Что нового в краевом онкодиспансере? Что дает родителям удостоверение многодетной семьи? На Ставрополье начали выдавать новый документ. Вместе мы имеем большую совместную историю. Вместе мы проходили все тяготы лишения той войны, которая была. Дружба, которой более четырех веков. В Пятигорске открыли Центр изучения грузинского языка и культуры. Жители села Каюсула сейчас находятся на садном положении. Волки объявили охоту на людей и домашних животных. Заявления эти неголословные. Четыре человека в больнице с разными ранениями. В хозяйствах недосчитались птиц и овец. Так почему же свирепствуют зубастые хищники? Жамиля Абрагимова съездила за подробностями на восток края. Этот поход на рыбалку Танготар Беспаев запомнит надолго. Желанные ухи на ужин в тот день не сварили. Не до нее было. Да и вообще спасибо, что живой остался. Пошли мы с другом на рыбалку, на канал. И сидим ловим. Два коробка поймал я, третий. И повернулся. А потом смотрю, волк схватил за руку меня. Мужчины подняли шум, что и напугало хищника. Сокровавленной рукой пострадавший рыбак сразу поехал в больницу. Медиков нефтекумской районной больницы рассказ мужчины даже не смутил. Он в тот день был уже четвертым, кто пострадал от волчьей атаки. Поступили вовремя, оказали помощь вовремя, в полном объеме. Введены иммуноглобулин, вакцина против бешенства, обколоты раны. Все оказано квалифицировано. Выглядит все это так, будто дикие звери открыли охоту на людей. Животные нападают там, где их не ждали, без разбора. Волчье бесстрашие поражают. Еще никогда они не подбирались так близко к людям. На одну из женщин, например, зверь напал, когда она мирно занималась домашними делами. Во дворе Тимура Каюпова тоже хозяйничал волк. Хищник кусал всех овец и птиц, которые попадались ему на пути. А у матери полностью нос порезанный был. Следы от укусов. И вот шею тоже окусали. До сих пор дыра есть. Хвоста нет, видите? Сзади видно? О, ягненка. Страшно подумать, говорят каисулинцы, что было бы, если во дворе в это время играли дети. Живут как в осаде. На улицу выходят с особой осторожностью. Переживаем. Это, конечно, проблема серьезная сейчас возникла. За детей переживаем. Вот они в школу, как им идти, в садик идти. Потом встречаемся дома, провожаем уже. Жители села Каисула говорят, волки частые гости в этих краях. Последнее время хищников рассылось много. Эти кадры сняты как раз в этих степях. Местные жители охотятся за диким зверем на машине. На востоке края, в этой степной зоне, село Каисула чуть ли не единственное, рядом с которым проходит лес. Если вон там еще видны дома, то тут уже начинается лесная зона. Для зубастых хищников это как раз то, что надо. Когда тут, в лесу, они чувствуют себя в безопасности, тут же прячутся и живут. Именно поэтому их стало тут так много. Никогда прежде хищники не причиняли вреда людям. Почему свирепствуют волки, сейчас не ясно. Одни считают, что холода лишили зверей пропитания в лесу. Другие, что у хищников осеннее обострение. Есть и другие версии. Может кто-нибудь из них, у них детенышей берут, они местят, может, за это. Потому что есть подозрение, возможно, что животное было нездорово. Это не характерное поведение вообще для этого вида. Егеря и охотники теперь прочесывают леса в поисках хищников. В этом им помогают борзые щенки. Без них, говорят охотники, все равно, что бродить без глаз. Благодаря собакам одного хищника удалось найти и застрелить. Тело убитого волка направили на экспертизу. Специалисты исследуют образцы ткани животного на предмет бешенства. Точные результаты будут известны через два месяца. Сейчас в принятом мере в селе ведется дежурство, соответственно, с охотным инспектором, с охотником. То есть все сельчане оповещены. Если что-то будет, они обратятся к охотным инспектору. Облавы на разъяренного зверя продолжаются. А еще через месяц, в ноябре, откроется сезон охоты на пушнину, когда егеря смогут отстреливать волков. Джамиля Ибрагимова, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Ставропольский краевой онкодиспансер получил новое оборудование. Это стало возможно благодаря нацпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Пополнилось на этот раз вооружение эндоскопического отделения. Теперь там есть новые, более современные эндоскопы, с помощью которых исследуют и лечат внутренние органы человека. А также теперь есть новые автоматические системы для обработки эндоскопов. Они максимально эффективны и надежно дезинфицируют оборудование, что гарантирует пациентам полную безопасность. Онкодиспансер получил новейшее эндоскопическое оборудование, которого мы долго ждали. Мы готовились к его получению, мы обучались специально. 16 единиц эндоскопического оборудования, суперсовременного. Это означает, что мы теперь можем выполнять эндоскопические исследования и находить злокачественные опухоли, то есть новообразования, малигнизированные, озлокачествленные, на самых ранних стадиях своего развития. С появлением нового оборудования увеличилась и пропускная способность эндоскопического отделения. Работая в две смены, теперь специалисты в течение дня могут обследовать до 60 пациентов. А вот какое оборудование установили в новом отделении травматологии в Зеленокумске, как преобразуются дворы Невиномыска и что французского появится в Буденновском районе. Много новостей приходит из разных уголков края. О самых заметных в нашем обзоре. Отделение травматологии ввели в эксплуатацию советской районной больницы в Зеленокумске. На строительно-монтажные, инженерные работы, а также оснащение, благоустройство и озеленение территории из краевого бюджета выделили более 174 миллионов рублей. Для медучреждения закупили специализированное лечебное оборудование. Оно отвечает высоким международным стандартам в медицине. На закупку медтехники направили почти 59 миллионов рублей. Отделение уже принимает пациентов. В Пятигорске многодетные семьи начали получать соответствующие удостоверения. С ростом демографии предполагается, что до 2021 года новые свидетельства получат около 50 тысяч семей в крае. Новый документ по задумке должен избавить родителей от бумажной волокиты при получении льгот. Напомним, семья считается многодетной, если в ней трое и более детей. Выдают удостоверение об органах труда и соцзащиты населения по месту жительства. В Невиномыске в этом году отремонтируют шесть дворов. На эти работы город получил из краевого бюджета более 19 миллионов рублей. Вновляются дворы по улицам Шевченко, Кочубея, Калинина, Революционный и Баумана. Там же установили новые детские площадки. Завершаются работы по обустройству пешеходных дорожек, дворовых проездов и парковок. Позже специалисты установят новые скамьи и урны, пандусы, опорные поручни и съезды, а затем обновят освещение. На Ставрополье начнут производить кальвадос. Это крепкий напиток яблочного вкуса. Розлив начнется на производстве в селе Просковее Буденновского района. Впервые кальвадос появился во Франции. Впрочем, в России этим напитком уже никого не удивишь. Но каким будет продукт от Ставропольского производителя, узнаем через пару лет. Первые бутылки с изысканным напитком обещают отправить на прилавки в 2021 году. Изучать грузинскую культуру и язык теперь можно в Пятигорском госуниверситете. Там открыли специализированный центр подготовки. Смотрим сюжет Яны Лукошкина и параллельно тренируем произношение. Камарджоба. Камарджоба геноцвали. Камарджоба. Открытие центра грузинского языка и культуры приурочили к 80-летию Пятигорского госуниверситета. Готовились долго и тщательно. Оформили помещение, проработали смысловое наполнение языковых курсов. Мы провели в этом году первый российско-грузинский молодежный форум. У нас была крупная молодежная делегация из Грузии. И то, что это было поручено Пятигорскому университету, это не случайно. Потому что у нас здесь действительно территория многоцветия национальности. Побывали на торжественной церемонии открытия и гости из Грузии. Общественные деятели, журналисты, представители духовенства. По их мнению, подобный центр языка и культуры позволит восстановить добрые отношения и взаимопонимание между нашими двумя странами. Для возобновления той дружбы, которая у нас была веками. Более четырех веков, мы протяжились пяти веков после того, как создалась грузинская слобода в России. Вы знаете, что православный народ Грузии был активно интегрирован в Россию. И вместе мы имеем большую совместную историю. Вместе мы проходили все тяготы лечения вот той войны, которая была. Не обошлось в этот день и без подарков. В дар пятигорчанам от гостей из Грузии книги грузинских писателей. Одну из своих старых книг забрал, что-то вставили на русском языке, потому что без него немыслимо, вообще-то, я думаю, литература и поэзия. Спасибо огромное. Это тоже важно. С особым трепетом ждали открытия и сами студенты университета. Для молодых и активных новый центр – это новые компетенции, а значит и дополнительные возможности. На самом деле мы очень рады, что в нашем факультете открывается еще один центр, потому что у нас их много. И, конечно же, мы были бы рады изучать не только культуру, но и язык грузинского народа. Грузин, в принципе, нас в университете очень сильно любят. Нам нравится эта культура, и нам она близка очень. Да. И мы сейчас уже набираем группу людей, которые будут учить грузинский язык, будут изучать грузинскую культуру, и мы сами с радостью примем участие в этом. В университете сейчас работают 15 языковых центров. На их базе студенты знакомятся с культурой Португалии, Армении, Израиля. А центр, посвященный Грузии, уже 16-й. Организаторы уверены, он обязательно станет одним из шагов развития межкультурных связей университета. Яна Лукошкина, Ставропольское телевидение. Хотите знать больше о событиях на Ставрополье? Заходите на официальный сайт телекомпании stv24.tv. Читайте, смотрите и будьте в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok